Продолжаем выпуск. Более 500 жителей Твери с начала этого года получили штрафы за парковку своих автомобилей на территориях с зелеными насаждениями. Несмотря на то, что подобные нарушения постоянно фиксируются, а виновников наказывают рублем, проблема никуда не делась. Почему автомобилисты продолжают оставлять свои машины на газонах? Какой штраф их ждет? И есть ли альтернативные варианты парковки? Выяснял наш корреспондент. Порой диву даешься мастерству тверских водителей. Иной раз они паркуют своих железных коней в таких местах, куда, казалось бы, заехать нереально. Но они все-таки умудряются залезть на высокий бордюр, на газон или на цветник. Подобные способы парковки давно стали кровоточащей раной городских жителей. Эта проблема давно и плотно поселилась во дворах советских многоэтажек. Строили дома раньше. Машин столько не было. А сейчас у каждого по машине, а то и по две, и не хватает места. Ставят где угодно. И на газонах, и детские площадки стоят. Мужчина отметил, что с одной стороны авто на газоне мешает, а с другой, как водитель, владельца понимает. Альтернативы нет. А ведь нередко чужое авто становится причиной скандалов. У меня вот дом 140, я живу. Там много очень машин. Одна машина-то там даже взорвалась. Надо им отдельное место отвезти специальное. Потому что они газуют и мешают людям пройти, детям. Надо где-то гулять. Автомобилисты, оставляя машину на газоне, рискуют опустошить не только нервы, но и семейный бюджет. Ведь территории, занятые зелеными насаждениями, запретная зона для авто. Парковка там является нарушением правил благоустройства территорий муниципальных образований. Так говорится в статье 35 закона Тверской области. Согласно пункту 9, подразумевает наказание в виде штрафа. Так, выбирая в качестве места парковки зеленые насаждения, автомобилист должен быть готов раскошелиться. В частное лицо заплатят от 2 до 3 тысяч рублей штраф, должностную от 10 до 20, а юридическое лицо от 20 до 40. Фиксируют такие машины специально оборудованный автомобиль, а затем водитель получает письмо счастья от городской администрации. Нарушения регламентируются на уровне муниципалитета, а не ГИБДД. Рейды проводятся постоянно под прицелом дворовые и придомовые территории. Однако такие меры не избавят от проблемы, уверен депутат Дмитрий Нечаев. Вопрос парковок палка от двух концах. Не дело, когда на газонах, на зеленых зонах стоят автомобили, а с другой стороны мы понимаем, что машины были, есть и будет еще больше. Мы живем в многоквартирных домах, большинство из нас нужно, конечно, искать компромиссы. Потому что одни люди хотят, чтобы была только зеленая зона, другие детская площадка, третьи, чтобы автомобильная парковка была. Поэтому в большинстве случаев, когда начинаешь разбираться в таких ситуациях, все-таки в большинстве случаев можно найти компромиссы и сделать зонирование двора. За первые 9 месяцев этого года административная комиссия привлекла 535 автовладельцев, а ВОЗ и ныне там. Таким образом штрафы должны все-таки дисциплинировать ленивых водителей, которые паргуются на городских клумбах. Но жителям многоэтажек нет смысла тратить время на споры. Лучше попробовать договориться и грамотно реорганизовать свой двор.